Минтранс Россия Об утверждении новых правил плавания по внутренним водным путям России Зачем это сделано, я не знаю Внимательнейшим образом изучив эти новые правила и сравнив их со старыми Так я и не понял, какие же существенные новации за единственными, нет, двумя, пожалуй, исключениями, о которых я прямо сейчас расскажу Отсутствуют В самом начале хочу предупредить вас о следующем Те, кто любит, чтобы за 30 секунд был показан обзор нового нормативно-правового акта Кому не нравится мой гнусавый голос Или те, кто считает, что не надо их поучать Что сами они в состоянии разобраться во всех новых юридических документах Пожалуйста, выключите прямо сейчас просмотр и никогда не возвращайтесь к этому ролику Ну а те, кто хочет действительно разобраться, что же происходит и как же регулируются правила плавания по внутренним водным путям России Добро пожаловать! Итак, начинаем Сначала о документе Этот документ, принятый 19 января 2018 года, утвержден приказом Минтранса России номер 19 Он опубликован 7 марта в официальном источнике Ну и это я рассказываю не просто так, а в связи с тем, когда же он начнет действовать Вопрос крайне немаловажный для нас Впереди навигация, она вот-вот начнется Будем ли мы жить по новым правилам Или до этого времени еще есть какой-то промежуток Вот текст этого документа В котором прямо и недвусмысленно закреплено Что он начинает действовать, вступает в силу По истечении 6 месяцев после дня его официального опубликования Как я и сказал, поскольку он опубликован 7 марта Вот система Консультант Плюс нам четко говорит Начало действия 8 сентября 2018 года Логика этих событий очень проста В новом году приняты новые документы Ну а поскольку, как я сказал, они страдают еще рядом Недоработок, на мой вкус Вступление в действие для того, чтобы другие нормативы Привести в соответствие с этим документом Для того, чтобы издать какие-то дополнительные подзаконные акты Вот срок действия, точнее момент начала действия Слегка отложен Итак, не буду больше тянуть Перехожу непосредственно к документу Он отличается от предыдущего Одним большим существенным недостатком Вот вы видите старые правила Которые действовали на основании приказа 14 октября 2 года Приказ номер 129 И по ним мы, собственно, жили И большинство из нас даже получали свои удостоверения Судоводителя, изучая, издавая знания этого документа Пункт второй Содержит разъяснение понятий и определений Вещь, поверьте мне, немаловажная Ну, вот, начнем с простого Маломерное судно Даны его определения Ну, и вот так разъясняется все-все-все-все Вот, минимальная скорость, безопасность, судовой ход, ограниченная видимость И так далее, и тому подобное Соответственно, возвращаемся к новому документу К новым правилам И ничего подобного здесь не наблюдаем Непосредственно документ Вот его практическая часть Начинается с визуальной сигнализации Ну, и поехали тогда По тем вопросам Которые касаются непосредственно нас Судоводителей маломерных судов Вот, видите, пункт пятый Это пример Разъясняет, что такое условие ограниченной видимости Отсылаясь к предыдущему документу В первом же пункте Рассказано каждое определение Ничего не поменялось Видимость, ограниченная до дистанции менее одного километра Считается условием ограниченной видимости Смотрите Понятие маломерного судна в новом документе не присутствует Теперь мы все классифицированы в нем Как самоходное судно с механическим двигателем Длиной 20 метров И менее, независимо от ширины Ну, либо в некоторых случаях при ширине Менее 5 метров Вот эта, вот эта вот конструкция Она теперь обозначает маломерное судно Вот еще Крутое, по моему мнению, изменение в законодательстве К маломерным, а точнее к судам Имеющим право плавания по внутренним водным путям России Отнесены Экранопланы Это такие летающие штуковины И вот пункт 15 говорит Многорежимное транспортное средство Которое в своем основном эксплуатационном режиме Летит Я когда дочитал до этого места Я сразу засомневался Вообще, что за документ я изучаю Летит Точка Для меня это был тупик Но набрался сил и прочел Что дальше В непосредственной близости от поверхности Используя экранный эффект Далее экраноплан Это опять же возвращает нас к отсутствию понятия определений То есть только читая весь документ Можно понять в каждом конкретном случае О чем идет речь Не очень удобно, поверьте При взлете, посадке и во время полета вблизи поверхности Кроме сигнальных огней, указанных Ну, соответственно, в предыдущем пункте Должно нести один красный проблесковый круговой огонь Итак Суда, ну, как мы называем Регистровые Суда маломерные Суда несамоходные Баржи плоты Суда парусные И экранопланы То бишь Теперь, когда мы движемся по судовому ходу Или вне его пределов Мы всегда должны учитывать Что неожиданно Сверху может Прилететь подарочек в виде экраноплана И с ним надо расходиться Его обгонять и так далее По правилам плавания По внутренним водным путям России Как это будет выглядеть в действительности Я не представляю Хотя, ну, к счастью Экранопланов на воде Кроме Химкинского водохранилища Знаете, возле ГИМС На улице Свободы Стоит подводная лодка Экраноплан На вечном приколе Я других не встречал И надеюсь, что мне и не придется Чего я вам желаю Далее Я пройдусь только по изменениям Существенно отличающим Ну, хоть как-то отличающим Старые правила плавания От новых И о тех вещах, которые важны Вот я к одному из них приблизился Парусное судно На ходу Должно нести Изменений Видите, я сделал пометочки Изменений нет То есть Уважаемые наши коллеги И друзья яхтсмены Для вас В плане Визуальной сигнализации Все остается по-старому С чем, кстати, вас и поздравляю Поехали дальше Одиночное самоходное судно Шириной 5 метров и менее А также одиночное Несамоходное и так далее Должно нести на мачте Один белый круговой огонь Кстати Заметьте Что сделал Творец Иначе не назову Этого документа Маломерное судно В понимании новых правил Относится к разным То есть По-разному К разным группам Отнесено Оно отнесено К судам Длиной 20 метров и менее В других случаях К судам 20 метров и менее И шириной 5 и менее В третьих случаях К судам Только лишь шириной 5 и менее Понятие, которое дано И в Водном кодексе И в регламентах технических Во всех Маломерное судно Не использовано В этом документе Это Просто странно Потому что Это подзаконный акт Есть такое понятие И он должен Не противоречить А по возможности И максимально Соответствовать В формулировках Тому документу Тому закону Под которым Он издается Тем не менее Здесь мы Видим Полет Творческой фантазии Творца Этого документа И Это настораживает Поскольку Толкование В случае Необходимости В этом Суделе Или В административной Комиссии Будет Очень разным И очень затрудненным Вот Еще один Пункт Который Вызывает У меня Ряд вопросов 65-й Самоходные суда Должны быть Оснащены Установками УКВ Радиосвязи Позволяющими Осуществлять Радиосвязь С другими Судами Береговыми Службами На ВВП Нет Уточнения Или Исключения Для маломерных Судов А Следовательно По логике Событий Каждое Маломерное Судно Состоящее В Регистре Маломерных Судов Должно Иметь УКВ Радиостанцию Но Существуют Такие Суда Которые С одной Стороны Подлежат Государственной Регистрации В качестве Маломерных Судов Внесения В судовой Регистр А с другой Стороны Радиостанция Не только Необязательна Но и Очень затруднительно На них Внести Это лодки ПВХ С моторами Более 10 кВт Ну и так далее Весом Более 200 кг Например С одной стороны Конечно Радиостанция Это большой плюс Но с другой стороны Надо же Понимать Наверное Что люди Которые Используют Такое Недорогое Маленькое Судно Позволить Себе Приобрести Радиостанцию И не могут Мало того На воде И зарядить Зачастую Нечего Это Недоработка Нормативного Акта Она В свою очередь Свидетельствует О невысоком Его качестве Вот еще Существенное Отличие Старого Документа От Нового Правила Плавания По ВВП В 90 пункте Новый документ Жестко Зарегламентировал Очень Большой Перечень Водных Объектов Ну то есть О порядке Определения Судно Идет вверх Или вниз Если в старом Документе Пункт 127 Определял Небольшой Перечень Водных Объектов А далее Указывал Что на озерах В соответствии С документами Определяющие Особенности Движения Судов В бассейне Имеется Ввиду Что Если ранее Определения Давались Только для Водных Объектов Расположенных В нескольких Регионах А Такое Определение Для Иных Объектов Находящихся В единственном Регионе В одной Области Отводилось Право Местному Бассейновому Управлению Определять То теперь Все Зарегламентировано Прямо В федеральном Документе Я не хочу Сказать Что это Плохо Наверное Это Хорошо И это Можно считать Улучшением Потому что Кто-то Знает Это Наизусть Кто-то Впервые Пойдет И имея Хотя бы Один документ Правила Плавания ПВВП В электронном Или в бумажном Виде Уже Сможет Для того Чтобы Связываться С другими Судами Определить Своё местонахождение Направление Движения Обратиться Только к этому Документу И соответственно Воспользоваться Пунктом 90 Вот еще Одна Необычность Этого Документа 94 Пункт Запрещение На ВВП Запрещается Расхождение Обгон То есть Сама Суть Правила Не изменилась Но Впервые Появляется И единственный Скажу вам раз Появляется Понятие Маломерного Судна Ну и Как Действовать Там мы 20 метров 5 метров Ширины И так далее Здесь мы Маломерные Суда То ли Это еще Один класс И это Единственная Норма Которая Для него Предусмотрена То ли Это Очепятка А скорее всего Как мне кажется Все лучшее И правильное Было Просто скопировано Из предыдущего Документа А Нововведения Которые Свидетельствовали Бы О том Что кто-то Над документом Действительно Работал Написаны Неграмотным И Неподготовленным Человеком Ну и так Родился новый Документ Где Местами Поменяли Ряд Правил Убрали Нужное Добавили Ненужное И вот Вуаля Это не изменение А совершенно Новый документ Вот еще одна история Здесь наверное Надо будет нарисовать Множество Восклицательных Знаков Поскольку Не понимаю Я не понимаю Точнее я Знаю Что такое СРД Вот вы сейчас На экранах Это видите Это Система Разделения Движения СРД Это понятие Из Международного Морского Права Которое Продублировано И принято Нашим Национальным Морским Внимательно Правом Там Дано Разъяснение Что это Такое Есть Технические Документы Есть даже Международные Конвенции Касающиеся Этого Что такое Система Разделения Движения Это понятие Из МППС 72 То есть Конвенция Международных Правилов Предотвращения Столкновений Судов На море 1972 Года Принятое В городе Славном Лондонске Ни одного Документа Вводящего Или разъясняющего Это понятие Для ВВП Не существует Как с Навигационными Знаками Есть Морские Навигационные Латеральные Система И это Нам Разъясняют Правила Плавания ПВВП И новые В том числе Есть Так сказать Внутренние Знаки И обозначения Действующие На ВВП И ВП И это Тоже Разъясняется Ни в Программы Обучения Судоводителей Маломерных Судов Ни в Аттестационные Билеты Вопросы То есть Порядок Аттестации Судоводителей Маломерных Судов Понятие СРД Система Разделения Движения Судов Не Включено Еще одно Понятие Которое Также Относится К международному Морскому Праву Но нам Его навязывают В правилах Плавания По внутренним Водным Путям России И не Разъясняют Это Зона Прибрежного Плавания Это Исключительно Международное Понятие Морского Судоходства Никакого Отношения К ВВП До сих пор Не имевшее Никем Не разъясненное Никем Не введенное Но тем Не менее Вот мы Видим Требования Суда Длиной 20 метров И менее Парусные Суда И суда То есть Мы Маломерные Суда Которые Находятся В пределах Зоны Прибрежного Плавания Как ее Определить Я не знаю Или Для избежания Непосредственной Опасности Могут Использовать Зону Прибрежного Плавания Вот мое Примечание Определение Зоны Прибрежного Плавания Отсутствует Для ВВП Определения Нигде Нет Я поискал Нет Нет И нет Все Для Для понимания Зона Прибрежного Плавания Это зона Вне Обычных Путей Движения Коммерческих И рыболовных Судов В пределах 12-мильной Зоны То бишь До Морской Границы Государства Ну И она Ограничена Урезом Воды С другой Стороны То есть В ней Можно перемещаться В зависимости От твоей Осадки И так далее Но Как Это Применить К ВВП Вновь у меня вопрос К тому Кто творил Этот документ Зачем Было Компилировать Бездумно Из Морских Правил Пресноводных Правил И старых Правил Вот такой Сырой И Недоработанный Документ Итак Вот Правила Касающиеся СРД Судно Длиной 20 метров И менее Парусное судно Не должно Затруднять Движение Самоходного Судна С механическим Двигателем Идущего В полосе Движения СРД Все Знаков Нет Понимания Нет И как Мы можем Не затруднять Мы в принципе Не должны Затруднять Им движение Только Это Спасает Понимание Этого Спасает От Нарушения Пункта 109 Значит 124 Четвертый Пункт Ну Это Точная Копия Того Что Было В старых Правилах Касается Запрету Запрета Нам Маломерным Двигаться В пределах Судового Хода Либо Двигаться Не далее Там 10 Метров От Кромки Судового Хода В случае Если за Его пределами Это невозможно Окей Все сохранилось Ничего Не изменилось Но Раз уж Сдается Новый Документ Раз Разъясняются Какие-то Понятия Которых Не было До сих Пор Экраноплан Почему Не разъяснить Случаи Невозможности Глубина Наличие Препятствий Которые Угрожают Судну Отсутствие Обозначения Кромки Судового Хода Это Я так На вскидку Сейчас Придумываю Те Случаи Которые Я привел Вернее Те доводы Которые Я привел Бы В случае Если Сотрудники ГИМС ТТТ Привлекли Меня К административной Ответственности Ну и так далее Мое Незнание Глубин И так далее И так далее И так далее Вот Почему Не дано Определение Тем Случаем То есть Или перечень Хотя бы Примерно Тех случаев Когда Нам Разрешено Двигаться В пределах Судового Хода А потому Как двигался Я В незнакомых Акваториях По судовому Ходу Так и двигаюсь И это Не нарушение С моей точки Зрения Я уже сказал Мне неизвестно Наличие Отсутствия Препятствий У меня Нет И не обязан Быть Впередсмотрящий Эхолот И я не должен Двигаться Со скоростью Позволяющему Своевременно Этому Впередсмотрящему Эхолоту Определить Наличие Препятствий А мне Среагировать Навигационные Карты Не являются Обязательные Электронные Как Навионикс Симе Гармин И так далее Не являются Обязательным Оборудованием Моего судна То есть Карпплотер Хоть у меня И есть Но там Опять же Нету Всех Препятствий Вот Поэтому Привлечь К ответственности За это Невозможно Рекомендательный Характер Вот как я назвал Б Носит Этот пункт Ну На этом Текст Непосредственно Правил Я и закончу Вы все Ознакомьтесь Конечно же В описании К этому Видео Будет размещена Ссылка Для скачивания Вот этого Документа Пожалуйста Занимайтесь С ним Работайте Изучайте Если у кого-то Возникнут Какие-то вопросы По нему Или интересное Наблюдение Или какие-то Моменты Связанные со Сравнением С другими Ранее действующими Или параллельно Действующими Кто-то выявит Противоречие Другим документам Пришите мне Непременно В отзывах К этому документу На форуме www.travelonboat.ru В фейсбуке На странице Клуба Независит Только коллективно Только вместе Размышляя Над новым документом Изучая его И сравнивая Мы сможем Достичь Хоть какого-то Его понимания Но собственно Друзья мои На этом Обзор документа Я и закончил А в процессе Я высказал Все свои Непонимания Удивления И недоумения Поэтому Пожалуй Дополнять И нечем Читайте Спрашивайте Высказывайтесь Без мата И без грубости Без политики И без ссылок На А вот Им этот закон Не писан Давайте Если есть Такое желание Затеем Разговор По существу И если Он действительно Выльется В какую-то Дискуссию Интересную Всем Берусь Собрать Все мнения Сформулировать Некое Общее Мнение И направить Его И в Минтранс России И если Понадобится В другие Органы И организации По крайней мере Таким образом Мы Свой гражданский Долг Судоводителей Маломерных судов Исполним Как отреагирует Правительство Государство На это Можно предположить Но тем не менее Молчать-то Уж больше Невозможно Все Капитаны Увидимся Продолжение следует... Продолжение следует...